и жрец хаоса ну опаснее жрец хаоса он будет коррумпировать нас предлагать взятки да ты еще не коррумпирован и этот коррумпирован да 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 не этот самый как его чиновник дальше ладно не кармическая 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 а я тебя обойду иди сюда давай так мы хитренькие так она тоже хитрая да иди сюда так ты что не хочешь ну стой-то стой-то что я тебя жду тихо-тихо-тихо идеально так как-то мы по кругу обходим промазал промазал отлично все все обошли шикарно вот этот тайминг да вот это называется так так какая обычная умри так спокойно на нее пошел с выдохом таким так черный хоббит внезапно из ниоткуда возникает фея лучница лучницы я еще не встречал кстати так что дамы и господа это первый первая лучница фея надеюсь она несерьезная но она внезапно исчезает так что ладно фея не такие они еще крадут очень плохо так гоблин гном кто-то там я сохраняюсь неважно кто ты важно что ты можешь нанести мне вред так я знаю что поверху лучше не идти там вылеты самый серьезный враг я не хочу вас бить хотя могу согреть все посередине правда пырнул гном да ты правда правда не главное тебя к шерифу приводят эту вести спрашивать ты правда ты пырнул этого гнома гном такой я видел как он меня пырнул да ладно тебе чего ты мы же все тут друзья все друг друга пыряем если вы понимаете о чем так дверь что-то не открывается но наверняка но там есть кстати вот свет бы пригодился здесь но мы эту область уже не среди никогда это было мощное конечно скажу господи вот виновник всему еще один пол кстати вот такого это мега паук у и тут много пауков вот виновник всему до тарантул кто у нас тут огар тарантул мега паук и мега паук чем не отличаются это плохо обученный этот немного обученный так они не только цветом отличается ну-ка мега паук разорвать агрессив арахнит а это у нас лажер морг морг агнессив спайлер то есть понятно это огромный паук а это арахнит но перевод у них одинаковый ну и суть одна и та же паутину где тут давайте убьем их а я отравлен а мне у я сейчас залечусь давайте санитар давайте ты обработал свои раны паук сплел паутину огар бьется в паутине опутавший его мега паук промазал и уже серый получает паучина рыболов это что-то делает рыболов ухты он мне снял а это я от мне снял конечно ну кто же мне может снять то кроме я да еще давайте идите сюда поближе так а чё тут какие-то вещи рыболов труп окр еще я отравлен сколько тут пауков то тарантулы зараза это кто у нас у черный эльф маг рыболов ну эльфа мага мы сейчас убьем потому что он надеюсь не он причина этих пауков надеюсь нет я джет изнутри так санитар санитар чё тут у нас еще есть лечение ты автоматически заботишься хорошо хочу санитара ты не смог обработать раны раны но я спрошел смотри ну да крепкое здоровье да опять вещи халат склянка с водой берем склянку с водой она поможет вещи проклятыми снять проклятье освещение ты продвинулся на уровень 11 есть отлично влечения поднялись что прокачиваем что тут самое важное ты с одним оружием ходишь да до двух оружий пока значит так уклон как-то можно уклон например уклон кстати ты же варвар в конце концов отличный углон должен быть еще можно что у нас ну не точно не рудовед так неохота лечение можно вкачивать до 100 нож автоматически работает до чем выше лечение тем круче ну от массивные скиллы вообще она да хорошо вы иметь на высоте атлетика кстати у нас 81 но на нам пока не пригодится пока мы не будем подниматься на грунт так и в итоге я не туда в шагнул о промахнулся всех убил не дошел обратно воздух здесь очень напряженный нам говорят но видимо тут где-то комната которая создает пауков вполне возможно что то вот здесь вот но надо ее открыть так лестничество ведущая вниз мы вроде еще туда не заходили на насколько я помню не были там ух незавиданность и нас уже встречает надеюсь не призрак не гост нет нет сияние и они и что это по-английски значит в райс из н андет в рейс это все-таки призрак но будем надеюсь что у нас не старит ну ладно мы это не проверили хорошо серебряный шлем сразу же тянем свои ручонки к серебряному шлему шлем на чего да что-то мне этот шлем не нравится шлем красоты ты слал красивым в этом шлеме ну да что лучше а ну тут 0 плюс 1 конечно же вы естественно шлем красота быть красивым морку да зачем в нем все равно никогда не быть друзей ты не имеешь подходящего ключа как не имеют мини держись нога мини ключ не подходит к треугольному замку замок не тот но у меня есть нога я сразу нашел 343 золотых это моя нога создала деньги магомидоса джели тайм убиваем паралич конечно ну давай ладно желатиновый куб давай давай бей меня сделай меня ломай меня полностью но не сломал к сожалению а так хотелось да так хотелось умереть ничего смешно еще придет ты жива дом играешь конце концов да сейчас я на карку и за угла выйдет такой дракон и 10 призраков да это на самом деле будет смерть ты не имеешь подходящего ключа дверная ловушка взрывается то вы проща разодран твой водонепроницаемый одеяло распылен нет нет как же все горячее зелье превращен в пыль четыре из твоих тридцати жаль и если с разрушены только не ящерица опять не поддается суши вот это супер дверь босс всех дверей и все-таки развалил ее наконец а то наверху еще за куток есть да ну упа пойдем дети дети стекает кровью дети ударил в незащищенное место растение высыхает дети внезапно умер как-то связано совершенно случайно об направо пойдешь арка найдешь это чё было такое арка но это местный что ли так ты бил ты был бил кто-то стрел а стрел в тебя удар пошел мимо уже хорошо классно в рост построишь предложение спрут еще один нет варвар командир варвар командир ты уже убил одного такого за убийство ты получаешь 235 опыта у них поглощение урона 3 атакуют один раз ну у ворот 16 имеют короче такие же слабаки в общем почти ничего не поглощают серая масса да ну видишь как он у меня ударил несколько раз молодец чё сказать чёрт надеюсь от ключ подойдет быть как у мать могу он мог бы и убить это к замку крест понятно это креста крестовой замок тоже не подходит конечно же тучки что с ранечкой собаки и гоблина гоблин командир до гублин командир ты убил одного уже такого неплохо 16 хитпоинтов 18 урона отходим пёс хаоса убит гоблин командир убит ну и собачка паникует волк это был неплохо гринпис на тебя нету бешеный пес ты хочешь съесть стеклянная статуя отодвинула бешеного пса стеклянная статуя излечивает свои раны так монстр с регенерацией так ну а ну что убил что у стеклянной статуи против фарвара есть она же стеклянной ну да ты бьешь сильно стекло бьется мне достаточно одного удара до мега волк да уж мега вова блины 666 так тут никого нет все я только голоден не дофига ящериц вкусный питательно смотри за сколько я наемся раз ящерица два ящерица три ящерица за три ящерицы все я уже наелся клава жучков ты сколько съел . нога 10 и еще 10 в обл и и не наелся при этом ну то есть ящерица выгоднее всего покупать 5 золотых всего стоит ну что это такое может быть какой-нибудь бы крылесу мощные со жучками но не варвар что это дух все мы уходим уходим святой дух нам придется обойти о спасут как раз обход хороший они сквозь стену летают ой 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 дух промазал задержим дыхание так они со мной вместе пойдут так понимаю весь этот балаган дух решил идти за тобой дух отвали так я постарел он успел меня ударить 13 лет ну на один год то всего не критично вот это было близко это требует сохранения а мог ведь составить и на 5 лет и на 10 мог и это зомби ну да уровень с духами я так чувствую сейчас тут будут куча духов просто ну давайте гуль зомби всех всех месим всех месим зомби варвар командир слушаем мы прям всех просто вперед это призрак черт ой 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 3 призрака по моему это я накаркал да нет это я сказал что на этом уровне будет призраки у меня как ты говорил что это рано радуешься и к тебе придут призраки много штук но ты сказал еще будет дракон ну да дракона нет и это хорошо кожаная еще придет легкая шуба призрак носил легкую шубу значит холодно тут у нас вонючая зелья подбираем надеюсь надеюсь не будешь его пить конечно нет на покатать и куда-нибудь безопасное место так гули полегче полегче гули призрак критически бьет тебя но я не старею значит только белый может ударить так чтобы я постарел это ну так скажем хорошо хорошие новости мне надо воли убить сначала он меня станет всего теперь призрака убиваем ты ранил призрака так я чувствую тут гробница где-то рядом находится и меня начинает напрягать призраки стал призраков наверняка и боссы есть есть наверное но я чувствую что гуль труп и канала ты смотри сколько золото до счет богатый слушай мне кажется крабница они что-то спавнится прямо серьезно так очень серьезно спавнится розовое зелье и деньги гульманы так хотя лучше бы это были гульманы о да уж такие вот g это полная г еще через стену может проходить причем кстати призрак не может проходить он единственный может проходить через стены и он сам вредом старит я вспомню в классическом king's bounty который вот такой был с 93 года по моему вот там тоже призраки вот эти духи были самые лечительные самые опасные все бы их боялись да чувствую да недолго мне тут блин это уровень с духами а вон кстати выход то неподалеку можно было уйти это как раз вот весенний призыв начался да вот в тему просто ой что там что там что там со старостью ничего он до сих пор не попал но он блин читер он у меня обгоняет поэтому по пустому месту по стене тихо 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 да я вижу он интеллекту своим пользуется господи интеллект тут у них конечно его и упала через стены идет так ты постарел ты стал взрослый насколько 21 уже с этим лет ух ты сейчас вы увидите смерть от старости дамы и господа 25 лет спать уже старше меня а черт возьми у нас силы уменьшилось серьезно блин ну умирайте уже пожалуйста все наконец-то зато ты помудрил да уж конечно мне эта мудрость нужно вы у меня проснулся попугай до этого спал до похоже на то мимик большой мимик на этот раз это уже не маленькие мимики они способны к мимикрии неожиданно до мимики способны вот это поворот люблю повороты ты пришел в себя ты парализован ты убил большого мимика о секретной двери я сразу нашел ее и и это огненная ящерица это был и без который путаюсь я в них потерял силу не и кривой шестом сейчас испытаем сразу вжиг о вау я кажется на что это такое кислотные брызги во первых это большие молнии во вторых это скорее всего проклятый жезл больших молний в неконтролируемом направлении стреляет я не выбирал направлении это весело но над стен не отражается поэтому можно стрелять в закрытых помещений да и этих спутников в тебя нету да так что боюсь уже заходить такие пространства тут гули всякие мне кажется вот та комнатка которая вот это сверху справа это генератор призраков да я через он я сейчас дойду до нее я не дойду до нее ой 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 господи тупом некромант находится несколько некромант некромантов 50 наверно за что вообще ребята тихо кто там жаловался что игра слишком легкая кто жаловался движение стоит всего 750 баллов энергии что это к чему было сказано я не понял но сейчас увидим по моему мы спецспособность получили это так называется ну ладно мы прокачиваем что вы прокачиваем лечение это мастхэв на этом уровне и атлетику убегать будем пара нет спецспособность это нет не то спецспособность чувак вот это ты еще не стал супергероем передвижение стоит всего 700 а то есть до этого она стоила тысячи энергии то есть теперь мы передвигаемся за меньшую энергию и что это значит ну значит что мы будем передвигаться за полтора за полтора сейчас за 0 75 х хода но 7 каждый четыре хода один бонусный да хорошо бутылка водки который можно у пьяницы обменять на рандомное зелье но до него чуть далеко идти каска верюмка скучно ладно так где то надо найти нам фонтаномоложение или что-то вроде этого конечно весело наверное играть старым а почему бы не поиграть старым спускаемся ниже жужжание понятно это уровень жуков серьезно уровень жуков железный паек неплохо но хочется лишь поед гномов неплохо кусок хлеба суховато но сойдет и конфета очень сладко теперь я сыт то есть и видимо объевшийся блотит это значит ты хуже ходишь ну да скорость упал на десятку ты услышал нет ключа как-то нету мини ключ не подходит а тогда выбиваем вортекс огненный неприятная ситуация так конкурса не помогут скидываем все вещи так как-то скидывать у ты куда-то пропал да ты пропал куда-то не я не пропал я тут просто я просто потерял микрофон бывает во время летсплея микрофон на самом деле разговаривала тут бац и замечаешь что оказывается это не микрофон давно у меня просто резко стемнело а микрофон у меня черный маленький бывает так выкидываем не но думаю оружие это наверно не сгорит хотя ладно выкину оружие чем черт не шутит что мы еще выкидываем ну камни ладно длинный лук плевать ванн 10 странных вещей что это и они одинаковые наверное да да я хоть наверное сейчас надену инструменты я не могу странные вещи надеть хотя не в инструментах у меня вот бы инструменты типа для работы всякой до жезл создание двери остальные жезлы можно оставить ибо не жезл конечно же жезл чудо можно жезл больших молнии кстати можно попытаться но не знаю как на вортекса действует молнии ну огонь на него точно не действует а вот молнии вполне возможно попытаем счастье ладно потом возьмем может еще в ту сторону ударишь до странную вещь одну оставлю хотя нет выкину 5 склянок вязкое зелье ну все зелье конечно выкидываем dfg h и джей к л м н а вот оно как только с этого можно выкинуть тут еще зелье лечение я видел какое-то думаю после следующей битвы будет очень актуально да нас он сильно прожжет джей к не ну что вот как бы извините что вот так вот долго это все разбор но уж извините это да все таки не вам таков вот в рогаликах интерфейс классических да тут надо как бы это в этом запит можно скинуть странно одну кнопку все вещи и поднять на одну кнопку да но тут на придется постараться чтобы так делать надеюсь моего попугая плохо слышно хотя те кто меня смотрят к нему уже привыкли ну да так стоп 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 квит не так поднимать вот так понимать сейчас мы поднимем наш посох жезл молнии вот и пойдем на нашего этого гада ухо вортекс он уже рядом ухо жезл молнии пожалуйста стрельни именно в вортекса почти до расскакивает я был неправ он отскакивает твой плаща и очень больно твой плащ обороны разодран ты поражен разрядом молнии твой жезл сгорел ты облучен ревущим огнем твой жезл сгорает пыль так и вортекс тоже потеряли плащ все остальное не потеряли окей знаешь лучше бы прокляты рукавицы мира сгорели очень бы хотел чтобы так произошло но к сожалению я думаю у тебя скорее все сгорит а осталось только эти рукавицы эти проклятые рукавицы даже не попитая просто проклятые вот этого я не боюсь так здесь жидкие то вещи где здесь супер подбор супер подбор клавиши супер подбор берем тут не так называется тщательный поиск вверх по лестнице выйти вон ну да это просто вот перевод ну ничего не добавить ну да и не поспоришь но собой страны как тяжело все-таки рогалики переводить ну да пнул глянул быстрый режим подбора вот вот быстрый еще подобрать подобрать . запятой а удобный режим подбора это control п хрените что тут control п выберите что подобрать а это вот так нет нам нужен вот этот режим подборы просто нажимаем y и все подбираем все подобрали ничего там кобальты не растащили надеюсь нет не успели пока мы выше у нас 27 хэлов это мне кажется не очень вот еще продолжение банкета а там некромант комнату с призраками ну прекрасно просто ладно давайте поднимемся наверх немножечко а тут же какая-то фигня а это не на пырь хреновый кровавое зелье блин эту дверь вышибли значит эту закроем подождем восстановимся ты услышал хлопок кто-то фейерверки взрывает на уровне бископ неужели это ты так оба человек это солдат солдат стоять смирно вольно и убил его чем хороши солдаты и можешь приказывать и убивать их стоят называть так кто не берутся джерри тайм так джерри тайм ну ладно здесь мы его убьем а он меня парализовал перед смертью так чтоб хаос мышь порождает другого хаос мышь кошмар вот это сам настоящая фэнтези да ёлы-палы жуковина ты можешь уже умереть все отлично так 37 хит-поинтов мне кажется это недостаточно чтобы идти на некроманта да ё-моё что это такое-то их чего стучаться не ну не научили все восстанавливаемся нагружен так надо съесть одну ящерицу все мужа сыты прикольно быстро нас короче тебе надо таскать табличку занятые вешать ее на двери да 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 монстр такой он там жизни восстанавливает ну все нормально тогда проходим мимо дракон такой ничего не знаю и сжигает тебе и не всего лишь восстанавливает жизни всего лишь хотел твоей смерти справедливо блины мы еще старики такие уже 25 лет вот моя биография 25 взрослый плюс 13 лет магического старения неплохо написано со старинно больше чем тебе на самом деле тут видимо между весом и днем рождением еще что-то есть инфу но она перекрывает кстати чё тут и для орка маловат всего метр восемьдесят фунт 6 фунтов метра восемьдесят а вес нормальный а вес сто восемьдесят два ты чё такой-то дистрофик твоя мать была знахаркой ты не знал своего отца его просто жизни был загадкой в детстве тебе не принимали другие дети твое детство было скучным и серым молодости ты путешествовал по близлежащим племенам и торговал с ними ты встречал множество странников и много узнала мире вокруг юности ты все больше и больше отделя отделялся от традиционных членов племени твое желание увидеть мир был непреодолимым 12 лет ты покинул свое племя true story не подожди как такой варвар такой могучий сильный при метр восемьдесят 260 килограмм диета я ниже этого орка я вешу его чуть не в два раза больше я не варвар но видимо это очень такой варвар диетолог ну да здоровый образ жизни все такое характер серый ну а на самом деле характер сердитый или серьезный тип он серьезный на самом деле так восстанавливаемся серьезный варвар требует серьезного лечения зависла немного еще немножко зависла ты здесь я здесь я думал это виснет не завис не я завис адунда сейчас мы еще сохранимся то висюльки это плохой знак бусей флотов 170 хп у нас уже офигеть это это из-за возраста или за уровнем настолько наверное что что у тебя тоже много 23 штуки наверно ну ладно я думаю 125 жизни хотя некромант скажет нормально или нет если он там есть некромант такой нормально нормально 140 давай давай детка 170 ты сможешь я верю в тебя все теперь ты не голодный бой то есть не сытый давай давай 170 170 и сохранимся причем сохранимся вот так я пристану запись и так продолжаем лестница ведущая вниз а что ж подкрадем все к некроманту как он этого не ожидает вот здесь но он похоже ожидает есть там не кажется некромант а то мы будем замешать если да интересно что же генерирует такое число зомби хотите узнать подписывайтесь на наши каналы ставьте лайки комментируете еще за бред я сказал так мы сейчас просто узнаем так вот же виновник торжества летучая мы лету ну я что-то как-то ожидал быть другое так черный эльф что 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 кого мы мочим зомби черный эльф лучник зомби 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 секунду я здесь так то есть у нас получается зомби 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 и черный эльф лучник но он не вызывает никого гуль гуль баксы это просто лучники это просто зомби они никого не вызывают гуль мое предположение тут просто очень много призраков или виновник куда-то ушел может быть кстати но это гораздо хуже если он куда-то ушел значит где-то еще будут генерироваться призраки сейчас приходишь к выходу а там а там да слушай я тебя тут ждал ты где да не вроде ничего не видно ну ладно значит ну и очистили мне особо то и хотелось подумаешь это не нашли лев так что за ящерица электро ящерица надо же ты прав это не лев а все время думал почему кулаем его какой-нибудь нет это все-таки overgrown лизард вы сделал strips running down за dark black sky вот такая вот фигня интересно как вот в этой вселенной тебя происходит этот дом люди отличают друг друга они же все на одно лицо по цвету смайлика логично мега орк мега орк трансформер блин альпинистский набор да еще прокачать несколько уровней тоже будешь мега орком точно слушай альпинистский набор если он не проклят что можно уже по горам лазить спокойно а потом подземелье сколько уровней в этом кстати можно 13 уровне дамы и господа чуть не заметил как-то а ты думаешь что то сложно стало сражаться так кто пишет а ага какая-то бэшка пчела рабочий понятно что это за уровень уровень с пчелами я думал то твердый знак это же так думал сначала но это все-таки не русская игра пчеловой пчеловой улей вот улей можно заткнуть камнем и тогда они будут спавниться пчелы а его можно убить улей нет они будут ногой сломать нет они бесконечно будут спавниться да ладно я бил как один чувак сломал ногой улей и за ним летели пчелы но это было в реальной жизни ну ладно давай попробуем ты пнул пчеловойный убил но я хотел улей ты разбил улей да тут все как в жизни вырвалась туча пчели напал на тебя как безумный безумный царица пчел промахнулся я плохого не посоветую давай еще раз ты пнул солица пчелы легко ранил он пчеловой он прошел мимо пчеловой пчеловой бьет пчеловой пчеловой промахнулся царица пчел промазал так кей царица пчел царица пчел я мимо бью серьезно ранил ее тяжело ранил и убил ее ну все хорошо давайте как здорово когда много экспы зато я голоден пчеловой пчелорабочий здесь лежат какие-то вещи воск воск пчелиное желе кстати по моему пчелиное желе очень и очень хороший ингредиент для чего-то он нужен не помню наверняка для алхимика химик он был бы очень кстати прижать что тут нет конечно кооператива и тогда бы из этой игры просто не вылезали ну да я представляю кооператив в рогалики тут бы был там алхимик например который собирает ингредиенты воин там все такое их команды из 60 человек защищает все по их и ходит вот а вот один ход сделал один человек второй игрок сделал второй ход да и дальше на третий соснул и монстры там да а уже не все не все очистили чуть главное но это было в реальной жизни ну давайте пнем улей 0 и да эта игра прям как реальная жизнь окровавленный балахон спадет сайлент хил какой-то творится сейчас еще инвалидное кресло будет всего лишь на всего пустая комната так это что такое одежда и мега орг труп века тут у нас я таки думал что будет что-то веселое раздаются злобные вы при выкрики кто-то прошел мимо полуорг кто-то я даже знаю кто хоть и нет полорг капрал командует парадом какие-то они не о чем не три генируешь быстрее чем они те урон наносят ну так я и так двигаюсь быстрее там бонусный охот у меня есть способный обогнать всяких там супостатов так вонючая зелье и все ничего интересного гоблин тру мне кажется это лету туре слишком простой после прошлого да вот уровень с призраком это просто ничего тут еще одна комната осталось сверху справа а кстати тут два спуска вниз один из них ведет в сокровищницу в огромную вообще на каждом уровне вот в этом подземелье главном есть по два спуска после арены идет то есть на один спуск ведет в какую-то громадную комнату сокровищницу а второй спуск дальше на следующий уровень и вот неизвестно какой из них кто понятно квиклинг из деревни квиклингов это типа как и циклонги наверное признал что такое кто такие а это очень длинная и веселая история акция клонги так я чувствую он и меня бьет как-то но излечивать свои раны понятно он у нас этот мелкий юркий убийца ненавижу их так чё за вопрос ау-ау-ау-ау-ау полегче ящерица хорошо хоть не кармическая так подождите смотри сколько она мне сняла оу больше сотнях и испугалась да ты же могла меня убить да я тоже испугался если столько урона нанес в самому варвару да ну ладно вот так вот не посмотришь на хп блин квиклинг ты смотри как он скоростной и упал он прям стелсится в хайде идет закроем его тут какие-то черти не это жук что он умеет дверь открывать для меня это прозрение квильки крыльки умеет открывать двери как так-то на стенах комната нарисованы тысячи черепов и и костей ощущение как в могиле знакомое ощущение видимо чекам лежит тут и чекан причем он называется что такое чекан чекан это такой молоток значит это на с острым концом значит это наверно для кузнец и я думаю это скорее боевая кирка посмотрим где у нас тут седьмой сейф так плащ тонкий появился кстати плащ невидимка не проклятые кстати что очень странно но минус 1 к вороту зато мы можно очень хорошо обходить всяких неприятных личностей да только бы он не сгорел в ближайшие стычки не здесь не они кольцо нельзя надеть пока надеты перчатки понятно надо сначала снять перчатки одеть кольцо помаде перчатки это я помню но вот про блин да 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 синем или ну давайте наденем все равно если он не проклятый значит он что-то хорошее дает окровавленный балахон в качестве брони можно но мы не мак варежки тяжелые бутсы чекан да это какое-то оружие но вдруг она проклята хотя давай посмотрим у нас орочи копье сейчас мы его качаем а кстати мы могли бы гладиус все таки ему отдать раз морочь копье качаем о ой возвращаться на его уже сказал бы ну давайте я научу вас куба ровляться с мечом и мы бы снова надели копье или он бы сказал error fatal error да скорее всего как принято говорить в этой деревне в этой деревне fatal error ходовая фраза чекан плюс 2 2d 3 какой-то он вообще ни о чем чекан но это для тех кто с этим смейсами ходит наверное короче копье рулит средний адамантиновый щит я сейчас посмотрю что за еще один чит просто средний средний кристальный щит вау плюс 9 плюс 4 адамантиновый плюс 7 плюс 2 ну да средний крис повезло повезло очень повезло и еще мы невидимы сразу же мне кажется ли жизнь начала наладиваться мне кажется игра сломалась что-то не так да да не знаю вот когда кажется что жизнь начала налаживаться произойдет нечто который изменит твое мнение мы нагружены мы берсерк мы сыты мы не видим сразу столько 100 статусов смотрел смотри кобальт не видит меня я стою в углу и ты его не видишь нельзя поблизости от потенциально враждебному смотри кобальт кажется ищет кого-то или что-то ну-ка посмотрим найдет у меня насколько он чувствителен к невидимости смотри на счет не не находит наверно запах чувствует кобальт кажется находит что-то а смотря могу просто нажимать иску и восстанавливаться удобно у сморяниями не видят офигеть еще не все сюда сбежались медуза если ты у них не откинула неотхожее место медуза и изгой которого я кстати первым убил чем больше его убью тем дальше будет находиться мой квест по доставанию супер копья количество уровней равно количество убитых этих изгоев вот почему их так называют до типа outside но они редко попадаются поэтому я его первому убил ну смотри они сбежались но кажется они не видят меня действительно слушай это не тос не та же самая невидимость которую мы получили от лужи это немножко другая невидимость тебя просто не видят наверное чувствуют да вот есть попадется монстр со способностью видеть невидимая высокого ранга вот он придет и долбанет по нам и тут начнут все сразу атаковать смотри сейчас нас зажмут придется убивать ну-ка попробуем пройти смотри опа аккуратненько об х так а пойдут ли за нами не пошли ты вошел в большой пещеру с потолка который льется неестественный зеленый свет воздух очень влажный но самое интересное что вокруг тебя еще раскинулся настоящий лес я думал противники встречи мгновение ты понимаешь что лес-то живой но я-то невидимый они-то могут видеть невидимое не началось да так живое дерево окай нам повезло что мы нашли плащ да то я представляю копытил не заперли но кажется они сбегаются чувствуют сейчас нас закроют просто закроют давай восстановим жизни они нас мари они все равно нас не видит ну да 80 хп это как-то не серьезно для такого уровня уже блин они слишком много ищут блин ребят я лучше наверху восстановлюсь там меньше монстров по крайней мере так 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 чего 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 ищет кого-то или что-то раунд ул а и и дракон и дракончик рейдер так белый дракончик не не хочу я а это белый дракончик но на самом деле это маленький дракончик смол драгон он размера с большую собаку ну то есть он тебя не съест Ну, я, по-моему, такого уже видел. Кстати, ну-ка, посмотреть надо. Нет, я такого не убивал. Ну, по-моему, я его видел, но не убивал. Странно как-то даже. Ну, давайте посмотрим. Нет, он не видит меня. То-о-о-о! Идет этот черный эльф-маг. А он может. Может видеть. Если может, то нам крышка. Ну, давай, эльф. Эльф-маг отодвинул. Так, походу, я их обманываю. Да, чернокнижник не видит меня. Пауки. Господи. Сейчас рано или поздно придет какой-нибудь товарищ. Стеклянная статуя, мегапаук. Мне кажется, или рядом с деревьями как-то более спокойно. Да. Такое ощущение, что если я на кого-то нападу, на меня сразу саглятся все. Так, кажется, я себе фунт. Секунду. 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 Так. Так. Продолжение следует... Так, надо спускаться вниз. Ой, кажется, я кое-что забыл сделать, остановить запись. Ну ладно, думаю, что не очень... То есть сейчас это все записывалось? То, что я остановился? Я тут издавал странные звуки. Ну и я это вырежу. Тем более, я думаю, эту серию мы все-таки разделим. Ты почувствовал угрозу, но чувство прошло. Да! Да, записываем два часа. Мне нельзя снимать этот плащ. Мне нельзя его снимать. Так, смотри, там что-то есть. Вот оно. Лежит предмет. Вперед. Вот лабиринт из деревьев, который постоянно меняется. Вот он, дамы и господа. Что называется, динамический лабиринт. Металл. Пояс. Динамический лабиринт смещается в сторону моей ходьбы. Да, царю минусу такое и не снилось. И где тут выход? Потому что у меня такое стойкое ощущение, что эти деревья очень сильные. И не хочется проверять. Да, о-о-о-о. Так, что это за знак равно? Предмет еще один. А-а-а. Отлично. Бронзовое кольцо. Возьмем. Как стрёмно-то. А-а-а. Живой лес. Оп. Спасибо, что дали мне возможность пройти. А-а-а. Аккуратненько. Аккуратненько. Нет, плащ-невидимка это вещь. Возможность вот так вот шагать в группе монстров. Представь, что это твоя крыша. Хорошая крыша. Ты хочешь ей? Посмотрим, сможем ли мы что-то съесть. Да, мы съели, а они даже не заметили. Дрожащее кольцо. Моя прелесть. А вот и выход. Прошли живой лес. Это уровень 14. Вступаем на 15 уровень. И тут у нас большая буква Б. Хоп. Резко убили. И медный амулет получили. Медный амулет. Что делает медный амулет? Давайте проверим. Он ничего не делает. Мы не знаем, что делать. Ни медный амулет. И алтаря нашего нет. Кстати, давно не было алтаря нашего бога. А что за бог, кстати? Бог хаоса. Палач его зовут. М-м-м. Давно не было алтаря, и я чувствую, что без алтаря нам тут туго придется. Хм, 120 жизней восстановили. А то я даже прошлой серии не смотрел, и тут так пришел к гостям на стрим. Да. Стрим в несколько серий получится. Ну как стрим, это же летсплей. Ну да. Ну я просто смотрю на время записи уже. Два часа до уже записываем. Электроящерица. Она бьет больно. А, все-таки... Все-таки, если ты один раз ее согрел, она тебя уже видит. Главное, чтобы она плачь, что не сожгла. Разряд отразился. Твой окровавленный балахон разодран. Я все еще не видим. Это хорошо, а то ты бы иначе не вышел бы из этой пещеры. Да, там же куча деревьев. Ушан труп и циан зелье. Типа курятины. Пес туман внезапно исчезает. Пес туман. Ты уже она убивал. Это обычный пес туман. Так, это пес туман. Будем считать, что я... Ты ничего не знаешь об этом месте. Ого! Темное место какое-то. А! Чуть-чуть, я туплют. Это просто не исследованное. Да, я случайно ходил... Ну, этим, Элкой. Я думал, что это я хожу. Ну да, вот минус невидимости. Сам себя не видишь. Так, окей. Представил. Невидим какой-нибудь думает. Интересно, я стою около той стены или сижу на кресле? Слушай, а это случайно не Блинк Дог? Ну, она кто-то пропала. Внезапно туман. Кажется, он ищет смерть. И он ее нашел. Опа! Призрак. Ладно, забейте, ребята. Опа! Отлично. Какой-то маленький уровень. Ну да, стран. Тут, наверное, много секретов есть. Вот вверху, например. Возможно, потому что сверху, вон там, справа. Обычно уровень всегда помещается на целый экран. То есть, это надо запомнить. То есть, если так, то тут, возможно, какие-то секреты есть. Ну... Ну... Или просто сгенерируясь так криво. Мало. Но нам бы заклинание Magic Mapping... Варвару. Да. Поднялся наверх. Стоп. Какие... Это сокровищницу, что ли? Стоп. Это уже DH второй уровень. Что это за локация? DH. Черный маг. Окей. Станем. Убили. И ты хочешь есть. Да, это было прекрасно. Железный паек. Ёлы-палы. Что за С? Мега сороконожка. Какие-то вещи. Кривой меч. Мега сороконожка. Труп. Жен. Корруптор. Корруптор. А, по-английски как называется. Можно прочитать? Корруптор. Действительно, не переврали. Понятно, этот человек, видимо, зараженный, женщина, зараженная коррупцией. Постоянно кого-то подкупает. Или наоборот. Подкупается. Да, самый плюс в том невидимости, что враг даже не ожидает и поэтому не может защититься. Вот бы еще воровать уметь. Да, и плюс в том, что можно покушать, если перед тобой враг, и он тебя не настигнет. Гигант. Что-то мне не хочет с ним сражаться. Да и быстрый он какой-то. Ну, кстати, я что, убивал уже гиганта? Нет. Я столько за его скорость знаю. Один раз посмотрев на него, я узнал его скорость. За это, кстати, отвечает параметр восприятия. Насколько много ты узнаешь о монстре, если один раз на него посмотришь. У тебя вроде не так много восприятия, всего 13 очков. Ну, вот я о нем много и не знаю. У него могут быть и муны всякие. А-а-а. Ну как? Да, и он об этом узнает после того, как и мун срабатывает. Но внимательный персонаж может узнать это во время боя просто так. Да. Тут был тот же самый проход. У нас тут коррупторы, летучие мыши с сандалием. И что сандалии просто исчезли с полой. И они что, не запаниковали? А, ключа нет. Мини-ключ не подходит к этому замку. А, к этому? Не подходит к треугольному замку. Черт. Какой-то у тебя бесполезный ключ, я вижу. Нафига мне мини-ключ, действительно. Ну-ка. Открыл дверь, ну. А-а-а, тут лестница ведущая наверх. То есть это... Ну. Так, интересно. А если я этого убью, согрятся остальные на меня? Смотри, не согрелись. М-м-м, как-то странно. Я спокойно убил одного, и все, остальные не согрелись. То есть я могу убивать, как ассасин. Ха! И никто не увидел. Он сам умер. Дверь вышиб. Она сама открылась сквозняк. О-о-о-о-о! Все, тихо! Квиклинг-царь... Квиклинг-царь... И... Ёлы-палы! А-а-а! Ты посмотри! Серьезно! Эй-эй! Снимает немного, но зато стабильно. Да, бесполезно от него удирать. О-о-о-о! Ничего себе, немного! Ты обработал, ты остановил кровь, ну блин, это... А-а-а! Далу тебе одну очку здоровья. Ёлы-палы! Квиклинг-царь шустрый. А-а-а! По-моему, это деревня квиклингов. Мы вошли на их территорию. Зря это. Мне кажется, лучше выбрать какой-нибудь другой путь. Так, сейва дома. Где это мы? Д-15. Д-15. У-у-у! Это не тот сейв? Мне кажется, может, один, три или шесть. Это Д-11 вообще. Запутался. Это Д-12. О-о-о! Это черный экран, Д-11. Это Д-9. Это Д-11. Понятно. Это неприятная ситуация. Д-15. Ладно. Д-15, так Д-15. Женщины ведут. Ладно, всего-то сколько пара уровней. Женщина, ведущая вниз, блин, сказал. А-а-а! Нам уже квеста-то этого нет. Ну, давай электроящерицу, ладно, убьем. Она напросилась. Все равно. А найти немножко покоцало даже. Да, ну. Мы по стелсу убиваем. Ну, царь квиклингов, это, конечно, а-а-а-а! Да, каждый удар почти наносил тебе урон. Крыслинг-дуэлянт. Обезоружил. Ты выпустил лорочье копье. Ты отлетел на запад. А, отлетает на запад. Оно, типа. Крыслинг-дуэлянт промазал. Ох, нихрена ж себе. Серье? Что-то как-то... Еще ты и голоден. Фу-фу-фу. Клепаная кожаная броня поврежден. Слушай. Ты меня. Стоп. Я не отдать хочу, хочу взять. Господи, ну сейчас меня убьет. Такая нелепая смерть от крысы. Крыслинг-нет, крыслинг-нет, крыслинг-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Вообще. Опять отлетает. Смотри, сколько у тебя здоровье. Но ведь меня обезоружил. Так, чувак, ну... У меня есть еще чекан. Давай, чекань его. Вот, золотой гладиус. Истощен. Я таки умер что, от голода? Или все-таки от жизни? Сейчас, как-то быстро от голода умер. Да, странно. Нет. Я не буду дойти. Я пойду сюда. Все, следующий уровень. Ура, шестнадцатый уровень. И он уже другой. Это гиена. Похоже на блинк док. Дверь заперта. Ты не имеешь подходящего ключа. Дверь падает в направлении тебя. Ты недостаточно ловкий, чтобы вернуться. Твой жезл в создании двери разлетелся. Какая нелепая смерть жезла двери. От двери, да. Твоя вязкая зелья разлетелся. Разбили вязкая зелья. И, кстати, хп мне сняло, по-моему, прилично. Это мумия. Вот я не видел, сколько у тебя было до этого. Но, по-моему, ты был не полностью здоров. Ах, мумия сагрилась на меня. Она видела, что дверь не просто так упала. Видимо, научная опытом мумия. Дверь просто так не падает. Радная тряпью. Это тряпьем мумии. Ладно. Видимо, бинты. Да. Научная опытом мумия. Связка из 12 болтов. Кто-то вот такой арбалец. Арбалец. Арбалеческий. Мега-енот. Да, кого только в этой игре не встретишь. Мега-енот. Почему? Ой-ой-ой. Раб-хауса. Ну, это просто Вархаммер уже начинается. Совсем хилый. И у них хозяин, я вижу. Хеловастер. О-о-о, это квестовый перс. Хеловастер. Ну, посмотри, в гайдбуке Хеловастера нужно убить. Нам что-то вроде даже не убить, а спасти его нужно, короче. И нужно сделать это правильно, потому что если сделать неправильно, мы не получим супер-копьё. И амулет спасения жизни. Так. Ну, поскольку мы невидимы, мы вправе выбрать, что с ним делать. И нам очень повезло, на самом деле. Что-то я пока что не научился пользоваться этим гейдбуком. Ну, тем не менее, он там есть. Ну, я верю. Так как данное дело... Так, все, стоп. Орг. Ой-ой-ой-ой. Я сейчас начну печатать, и, скорее всего, это будет отразиться на твоем клиенте. Так. Печатать. Тогда я сейчас поставлю... Ну что ж, дамы и господа, вот мы и стоим перед Хеловастером. Спасти мы его пока не можем. Для этого нужен амулет спасения жизни. Он очень редкий. Ну и пока мы его не выбьем, собственно, ультраконцовку мы не получим. И, судя по всему, супер-трезубец тоже. Ну, а на Сим мы с вами прощаемся. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока, удачи. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Всем удачи.